На днях наш город посетила делегация студентов филиала МГУ из вновь ставшего российским Крыма. В начале гостей пригласили на встречу с главой района и представителями общественных объединений, дабы познакомить с жизнью нашего района и интересами и увлечениями местной молодежи. Встреча со студентами Севастополя стала просто дружеской беседой. У каждого было ощущение, что встретили своих, близких по духу, по любви ко всему русскому. Видновчане вспоминали Крым, когда тот еще был российским, гости рассказывали о последних событиях на полуострове. Наши чаяния были услышаны, чаяния простых людей, простых севастопольцев, крымчан. И мы опять стали частью великой и могучей России. Так, действительно, это мнение абсолютно искреннее. И люди, когда был референдум, когда оглашали его результаты, люди искренне плакали. Ребята представляют севастопольский филиал МГУ, единственный на территории Украины, а он появился в 1999 году филиал старейшего российского ВУЗа. Молодежь с активной жизненной позицией, свидетели и участники последних событий в Крыму. Воссоединение с Россией, рассказывают, ждали все крымчане. С того момента, как на площадь Нахимова вышло огромное количество граждан севастополя, и когда они попросили заступничество у России, вот с того момента уже стало очень тепло на душе, и как-то чувство полной безысходности от того, что происходило в Киеве, оно постепенно сменилось вот этим вот теплым домашним уютом, который вот мы сейчас наблюдали в полном масштабе. Председатель районного совета депутатов Валерий Венцель отметил истинный патриотизм населения Крыма. Инициатор визита, председатель совета депутатов городского поселения Видное Алексей Митрюшин сказал, все началось с контакта. События на Украине вызвали особый интерес к живущим там русским. Сначала интернет помог наладить мосты общения, а затем возникла идея этой поездки. Такая энергия позитивная, она нужна и всей России, и Видному, безусловно. У нас много планов впереди в сотрудничестве с Севастополем. Сегодня ребята у нас, а этим летом видновские команды поедут уже в Крым. Основная цель поездки – футбольный турнир. Руководитель делегации Евгений Балашов сказал, все получилось спонтанно, но как нельзя вовремя. Последние 2-3 недели, вы сами понимаете, и события происходили в Крыму и Севастополе. Были постоянно задействованы в этих мероприятиях. И случайно узнал о знакомых, что проводится турнир начинающих команд любительских по футболу. Буквально было 2-3 дня, чтобы собрать эту команду. И мы взяли и приехали. Глава района, узнав, что в Крыму есть район Тезка, нашего района предложил установить шефство над ним. Следуя велению сердца, обратились к нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву поддержать нашу нецепеву. Какое вы думаете? Установить шефские связи. Первая встреча ознаменовалась множеством взаимных подарков. Так крымчане вручили нам флаг города-героя Севастополя. А в знак нового отчета времени для Крыма президент общественной организации ветеранов боевого братства Валерий Бодряшов подарил часы с эмблемой объединения. Новый отчет времени начался и у дружбы между нашим районом и Севастополем. Впереди много планов, интересных идей, а значит и новых встреч.